Вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции стало проще. В Самарский регион закупили 24 тысячи специальных насадок для иммунизации интерназально, то есть через носовые ходы. Новым способом вакцинации решил воспользоваться министр здравоохранения Самарской области Армен Бринян. Нет никаких абсолютно неприятных ощущений. Обычные капли в нос, только в виде спрея. Важно соблюдать методологию, то есть делать это на вдохе, чтобы было равномерное орошение той половины слезистой носа, в которую направляется струя вакцины. Для интерназального введения используют ту же вакцину, что и для внутримышечных инъекций «Спутник Ви». Процедура выполняется при помощи дозирующего устройства. Насадки распылителя на шприц для назального применения лекарственных средств. Как и прежде, вакцинацию проводят в два этапа. Сначала первым компонентом, а через три недели вторым. Но есть нюансы. Человеку невакцинированному рекомендуется сначала сделать вакцинацию внутримышечно, и потом уже через полгода сделать ревакцинацию назальной вакцины. Вакцина доставляется сразу в носоглотку, то есть в пути проникновения вируса. Те пути, по которым вирус попадает в наш организм. Поэтому иммунитет сразу вырабатывается местный, и человек становится неподвластен вирусу. Перед введением препарата рекомендуется высморкаться, проверить проходимость носовых ходов, поочередно закрывая их и делая несколько вдохов. Препарат вводят резким нажатием на поршни шприца, в один носовой ход на вдохе закрывая другой. Перед прививкой проводится обязательный медицинский осмотр, который включает в себя измерение давления, сатурации, беседу с пациентом на предмет наличия или отсутствия хронических заболеваний. После интерназального введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут. Также в течение двух часов после процедуры необходимо исключить курение, прием пищи и жидкости. Способ интерназальной доставки вакцины приравнивается к внутримышечному введению. И поэтому всем, у кого уже прошли сроки более 6 месяцев после предыдущей вакцинации или после перенесенной болезни COVID-19, показана ревакцинация. Решение об интерназальном введении вакцины будет принимать медработник на основании желания пациента. Также специалисты рекомендуют привиться от гриппа. Допустимо использование сразу двух вакцин. Можно вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции и сделать прививку от гриппа в один день, но в разные участки тела. Сегодня в Самарской области развернуто более 200 прививочных пунктов, в том числе 17 круглосуточных, а также пункты вакцинации в торговых центрах. Именно профилактика опасной инфекции особенно важна для пациентов из групп риска, к которым относятся люди старше 60 лет, а также те, кто страдают заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Записаться на прививку можно дистанционно на портале Госуслуг или по номеру горячей линии 122, а также по телефону поликлиник. Ольга Павлова, События.